Всех приветствую, с вами виноградтверь.ру, Александр Беляков. Все соскучились по виноградной теме. Ну что, показываю, что произошло у меня с виноградом. Это уже было в ролике, но теперь что я буду делать. В общем, спящие почки еще есть, вот они я показываю. Они еще в рост не пошли, хотя уже подкормку я делал. Так, здесь вот на бианке пошли спящие почки, вот несколько. Вот, уже распустились. Так, здесь вот смотрите, тоже была спящая почка. Сейчас фокусировку сделаю. Вот, спящая почка была, вот. Все придется оставить, все спящие почки. А вот эти вот, которые, будем так говорить, вымерзли, их придется вот таким вот образом обрезать. Просто обрезаем. Все вот до сгнившего, то что поражено было морозом, чтобы это все не висело, все удаляем. То есть, оставляя вот здесь почки. Оставляя почки. То же самое. Вот смотрите, вот это вот все вымерло. Удаляем вымершую часть. Обрезаем лист погибший. Соответственно, то же самое. Вымершую часть, вымершую часть. Здесь, видите, поражение пошло дальше, значит, вырезаем дальше. То же самое. Дальше поражение, дальше. Здесь, смотрите, вот эта часть тоже пораженная. Вот так ее обрезаем. Жалеть бесполезно. Ничего тут не вырастет. А вот из этих вот спящих почек пойдет. Ну, на пасынках какой-то урожай будет, но, конечно, его будет мало. В сравнении с тем, что могло быть. Ну, такая проблема. Кстати, в общем, уточнял я по данным мониторинга космического, что называется. Вот. Температура у Земли была минус 9, минус 11 градусов. Поэтому теплица любая не выдержала бы. То есть, это нужно тогда было бы, ну, извините, отопление делать в теплице. Тогда бы было все нормально. Вот. К сожалению, я просто понадеялся, что будет до минус 5, до минус 6 даже. Вот то же самое я обрезаю. Все, что не живое, надо все удалить. Потому что это будет сосать соки у растения. А нам нужно сохранить максимально виноград. Вот здесь, видите, поражение пошло дальше. То же самое. Все вот здесь, вот досюда. Все удаляем. Удаляем все ненужное, что называется. Все. Вот таким вот образом попытаемся спасти хоть что-то от винограда. Вот там, кстати, видите, была спящая почка. Вот она распустилась. Потому что корневое давление высокое, все равно идет. Вот с Розалией немножко похуже. Но тоже есть шанс какой-то что-то здесь. Хоть чтобы кусты выжили. Вот. Преображение вообще не распустилось. Вот почка спящая, видите, пошла. Вот здесь почка, она померзла. Вот она совсем вымерзла. Вот здесь вот спящая, видите, рядышком почка. Сейчас я сфокусирую, сейчас секундочку. Вот. Вот она спящая почка. Вот видите, вот она должна скоро пойти в рост. Потому что корневое давление идет. Вот вот эта почка, она погибла. Вот видно, наверное. Сейчас тоже фокусировку сделаю. Секундочку. Вот видите, спящая почка. Вот сорт русский энтарь. Он один из самых ранних. Вот печальная картина, видите, да. Ну, что делать? Значит, обрезаем то, что погибло. Слово совсем. Вот здесь вот таким вот образом. Здесь таким образом. Соответственно, удаляем погибший лист. Он будет сосать питание. Он не будет давать ничего нам, кроме проблем. Вот. Ну, приходится вот таким вот образом поработать. За многочисленную историю наблюдений, так сказать, вот, будем так говорить, многолетнюю историю наблюдений, не было такого мороза в мае месяца. С 1972 года, по крайней мере, как сказал уважаемый метеоролог Тишковец. Поэтому предположить такое было, ну, очень-очень сложно на самом-то деле. Да, можно было вот сюда, на такую тепличку, вот, четырехметровую поставить свечку. Ту же окопную свечу поставить. Она всю ночь бы горела, давала тепло. Мороза бы не было. Но на будущее теперь буду, предусматриваю, поставлю эти свечки, ну, где-то положу, чтобы это было. И когда будут прогнозировать такие морозы, ну, хотя бы там минус три, буду уже делать, ставить уже свечки. Так будет проще сохранить урожай. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. С вами был Александр Беляков. Иноградтверь.ру Будет интересно. Продолжение следует...